Воспитание ребенка в целом зависит от семьи до школьного учреждения и школы. От того, кто будет заниматься этим, зависит его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель детского сада – это состояние души, он дарит детям тепло своего сердца. Работа воспитателя – не просто труд, это прежде всего способность к отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом свет. Более 20 лет Расита Бореева посвятила этой нелегкой профессии и по сей день работает воспитателем младшей группы «Теремок» в детском саду Нальмаз Алла-Кашихабль. Как и в первые годы, она испытывает все тот же трепет и волнение. Расита, как давно ты работаешь воспитателем? Я уже работаю воспитателем больше 20 лет, точнее уже 23 года. Вот в этом месяце будет. Ты с первых дней работаешь в Кашхабльском саду? Да, с самых первых дней, как закончила педучилище, в университет поступила на заочное отделение, дошкольное заочное отделение. И с первых дней я пришла в это учреждение и до сих пор, по сегодняшний день, работаю. А почему ты решила выбрать именно эту профессию? Это профессия – мечта моего детства. С самого детства я сначала нянчила кукол, воспитывала их. Потом, пойдя в школу, увидев, как преподают там учителя, я стала, естественно, учить своих сестер, соседских детишек, моложе меня. И вот с того времени у меня эта мечта заложилась как бы с детства. И как бы не спрашивали, кем ты хочешь стать, я все время говорила, что буду… Я, конечно, не знала, что садик, школа, еще в школьном возрасте отличаются учителем, вот так говорила. Но со временем, естественно, уже перед выбором профессии, после окончания девятого класса, я, естественно, выбрала именно дошкольное обучение. С маленькими детками очень интересно, намного интереснее. С ними учишься жить. Мне тяжело с маленькими детками, когда их только-только отдадут в садик, с ними работать, находить с ними общий язык. Первые дни, пока найдешь подход к каждому ребенку, тяжеловато. Но с таким общим стажем, с таким багажом, нам легче находить общий язык с первых дней с каждым ребенком. Адаптационный период, конечно, для каждого ребенка проходит по-разному. И уже работая с родителями, не только с детьми, с родителями, находим общий подход к каждому ребенку, и ребенок по-быстрому уже адаптируется к нам. И нам в этом помогает и психолог детского сада, и логопед. Методист, старшие воспитатели в стороне не стоят, они постоянно помогают нам. Педагог без любви к ребенку все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха. Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей. На твой взгляд, в чем заключается задача воспитателя? Задача воспитателя, чтобы ребенок был здоровым, полноценным, адаптированным в социальном обществе. Как проходят ваши занятия? Чему вы их учите? Наши занятия, там развитие речи входит, потом учим окружающему миру, математики, рисование, художно-эстетическим воспитанием, рисование, лепка, аппликация, музыкальное занятие, физкультурное. Все такие занятия у нас проходят. Айтан, скажи громко, пожалуйста, какое время года? Зима. Все скажите? Зима. Вы забыли уже, что ли? Ну, правильно, мало снега было, да? А как вы догадались, а как вы узнаете, что у нас сейчас время года зима? Что происходит с природой? Что идет зимой? Снег. Снег, правильно, Сабира. Что еще происходит с природой? Холодно. Холодно. Ветер дует зимой? Да. А солнышко греет как? Мало, да? Заброжено. Зима. Зима. Даночка, скажи, пожалуйста, какое время года? Зима. Адан? Зима. Айтан? Зима. Алина? Зима. Аказик? Зима. Асенор? Асенор. Зима. 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 Правильно. А что на картинке нарисовано? Посмотрите. Мальчик и девочка. Дети нарисованы, да? А что дети делают? Кормят. Птички кормят. А дети как одеты? Посмотрите. Куртки одели, ботинки еще одели и станы. Дано, как они одеты? Теплые одеты. Правильно. Теплые одежды одели, да? В лесу кто живет? Зайки, да? Давайте все попрыгаем, как зайки. Давайте. А мишки как ходят? Покажите. Мишки как ходят. Вот так, да. А лисички? Хитрые лисички. Давайте по кругу, по кругу, по кругу. Молодцы, молодцы. Умницы. А белки как прыгают с сучками на сучок? Как, надеюсь, они прыгают? Раз. Да? Прыгают они там? Хорошо. А как мишка в берлоге спит? С недавнего времени в республике целенаправленно проводится программа по сохранению и развитию родного языка и культуры. Не остался в стороне и детский сад на Альмас. У вас занятия проходят только на русском языке или на токийском? Занятия проходят один раз в неделю, дается по общеобразовательной программе. Но каждое занятие проходит на двух языках, чтобы ребенок понимал и на русском, и на токийском языке то, что он делает. А как дети воспринимают программу? С этими детками программа дается хорошо. Если появляется в группе ребенок с ОВЗ, естественно, проходя медико-педагогические комиссии, там у ребенка разные процедуры. И для такого ребенка адаптированный план, как работать с этим ребенком, это уже совместно с психологами, с логопедами проходит. Детки сами, между собой, когда играют, на каком языке они больше общаются? Больше общаются на русском языке, к сожалению. Так как сейчас больше смотрят телевизоры, телефоны, а планшеты, все такое, компьютеры, родители как бы детям больше дают, они слышат все на русском языке больше. Поэтому все дети, почти все дети разговаривают на русском языке. Чтобы обучить их родному языку, нам предоставили метод литературу. Им тяжело даются программы? И что им больше нравится? Вот именно по занятиям? Вообще им больше нравится, когда ты расскажешь сказки. Сказки любят. Но не то, что в сказках развивается ребенок, и стихи учим, и рассказы, и инсценировки на родном языке. Мы создали национальный уголок, у нас в садике еще есть музей национальный, но это то, что касается родного языка. По программе ФГОС у нас метод кабинета, все, что нужно для проведения полноценного занятия, все предоставляется, все есть. У нас богатый метод уголок там есть. Восетесь завещался, шабашавом затешаса, шабутами, тиурами, тиунашки восточись. Росита старается принимать участие во всевозможных мероприятиях, которые проводятся не только в их детском саду, но и в республике, вовлекая в этот процесс своих воспитанников. Росита, в каких мероприятиях вы участвуете в садике? У вас же проводят разные. Мы участвуем. Внутри садика проводится много конкурсов. Самая лучшая группа посвящена дню 23 февраля, 8 марта, ко дню матери. Мы организовываем Зурета Ахмедовна, старший воспитатель Фатима Аскарбеевна, потом Саида Борисовна. Организовываем много конкурсных мероприятий. И мы во всех этих мероприятиях участвуем. Занимаем разные места. Первые, вторые, третьи места. А так, я сама участвовала в 2017 году в ежегодном конкурсе «Воспитатель года». И я была призером муниципального уровня. А так, еще участвую в разных интернет-конкурсах. Участвуют наши дети. В «Зёточке Адыгея» ежегодно участвует наш садик и представляет детей на конкурс «Чтецов наших детей». Естественно, мы тоже не остаемся в стороне. Занимают первые, вторые дипломы, лауреаты наши детки. Вот ты говорила, что у вас есть национальный уголок. Вы как-то его задействуете, используете, проводите какие-то мероприятия, обычаи, можете какие-то показывать? Естественно, мы, в нашем уголке, все, что там показано, дети изучают на занятиях. По возрасту, то, что подходит, включается на занятиях, изучает. А так, наш садик проводит разные мероприятия. Кушахап, адваджек, хятегауч, такие мероприятия проводят. С утра и до вечера режим детей полностью расписан. Между занятиями они могут играть и веселиться. Всё необходимое для этого у них есть. Во время прогулок, во время игр, играем вот с этим сюжетно-ролевыми играми. Там ещё машинки у нас. А откуда они у вас? Вам родители покупают или как? Нет, нам выделяют из федерального бюджета, из администрации помогают, район, вот они нам помогают вот этими игрушками. Они ежегодно вам закупают? Каждый квартал у нас поступление новых игрушек идёт, разные. И куклы, и вот эти сюжетно-ролевые игры. Это больница, магазин, потом салон красоты, настольные игры, которыми дети очень любят играть. И мы занимаем в свободное время их настольными играми. Очень много настольных игр. Дальше посуды, гладильные. Все игрушки, которые у нас в группе есть, предоставлены администрации, району. В какие игры детям нравится больше играть? В подвижные игры, сюжетно-ролевые. Во все игры они очень активно играют. И всё доступно для наших детей. Каждый ребёнок, когда захочет, подходит в свободное от занятий время. И если ему захотелось в настольный, подходит, берёт и играется. Захотелось порисовать, пожалуйста. В другие игры. Там определённо в этот день вот эта сюжетно-ролевая игра. Чтобы было нету такого. Когда ребёнок захочет, подходит, берёт, играется, потом убирает. Уже в этом возрасте малыши чутко ощущают отношение окружающих к себе. Что вы делаете в садике? Расскажи нам. Стишки. Стишки учите, да? Вы с детьми как играете? Как проводите время? Я играю в пеппи-поп. Да? Тебе нравится в садике? Да. Учить и воспитывать младшую группу теремок Расите помогает Нуреет Машитлева. Вместе, рука об руку, они трудятся изо дня в день. Расит, кто является для тебя примером для подражания? Примером для подражания для меня являются старшие поколения, которые до сих пор работают. И работали ещё при мне, когда я пришла сюда первый раз на работу. Это Дедухова Любовь Карачаевна. Она уже в заслуженный отпуск ушла по возрасту. Потом Ешева Мария Тнуховна, Клюпова Аня Муратовна, Апажигова Светлана Махмудовна. И рука об руку мы работаем с первых моих дней с Машитлевой Нуреет Кимовной. Мы по сегодняшний день с ней работаем. Мы с полуслова поднимаем друг друга. Она тоже меня научила многому. Не жалеешь о своём выборе? Ни одной секунды даже не жалею. Если бы мне пришлось выбирать заново какую-либо профессию, я бы всё равно выбрала бы эту же профессию. Иной раз даже задаю себе вопрос, а если бы не в саде, куда бы я пошла работать? У меня других профессий для меня приемлемых нет. Я очень люблю детей. А планы на будущее какие у тебя? Выпустить этих детей, набрать ещё новых детей и в дальнейшем воспитать их. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.